Здравствуйте дорогие друзья! Недавно исполнилось 85 лет со дня рождения талантливого поэта Люги Фокиной. Ольга Александровна Фокина русская поэтесса, лауреат государственной премии РСФСР имени Горького и Большой литературной премии России. Она родилась 2 сентября 1937 года в деревне Артемьевское Верхнетоемского района Архангельской области в семье потомственных крестьян. В марте 1963 года в издательстве «Молодая гвардия» вышел первый поэтический сборник Ольги Фокиной «Сыр бор». Открывавшая книгу протисловия Бориса Шергина стала добрым напутствием талантливей землячки. «Стихи Ольги Фокиной — это весенний цвет, должно ждать творческого лета, доброплодного, ягодного», — прозорливо утверждал Борис Викторович Шергин. И оказался прав. В 1960-1970-х годах сборники Фокиной выходили один за другим. «Реченька», «А за лесом что?», «Аленушка», «Островок», «Стихи», «Самый светлый дом», «Избранная лирика», «Мака в день», «Комешник», «От имени серпа», «Буду стеблем», «Полудница». Ценители поэзии сразу расслышали и выделили в многоголосом поэтическом хоре хрустально-чистой звонке, проникнутой интонациями северной речи и народной поэзии голос Ольги Фокиной. Библиотека Архангельский литературный музей предлагает послушать вам музыкально-поэтическую композицию «Тепло от северной звезды» по стихам талантливого поэта. Композиция подготовлена в рамках проекта «Люди и книги по морям». Россия, Русь, храни себя, храни! Николай Рубцов Россия, Русь, храни себя, храни! Твои сыны хранить тебя не могут. У них свои дела, не слава Богу, Свои заботы, так что извини. Россия, Русь, храни себя сама, И если впрямь безвыходные тога, На зло врагам сплети себе кольчугу И бейся на захоромы тюрьма. Храни себя, храни, Россия, Русь, Распахивая поле, веруй свято. Твои подзагулявшие ребята Овось еще опомнится, не трусь. Овось еще с повинной придут За все перед тобою прегрешения. И жизнь не в жизнь без твоего прощения. Студясь и каясь, в ноги упадут. Тебе в привычку верить, ждать, любить, Не помнить зла, прощать обиды близким. Тебе не оскорбительно, не низко, Блажен ли, святой ли, быть ли, слыть. А если, мать, ты сделалась больна? А если, конь надежа, обезножил? Ну что за блажь? Такого быть не может. Ты не имеешь права, не должна. Взбодрят, разбудят, кнут употребят. Но делали, сердится на сыночка. При плуге, при кольчуге, в лопоточках Стой, как стояла, и блюди с себя. Я в стихах, конечно, первоклассница. Трудно мне писать самостоятельно. Вдохновение вспыхнет и угаснет, Прошипев на сырость прилагательных. Не идут глаголы тонконогие. В неопределенности наречия. И, боюсь, поткнусь на первом слоге я По дороге в души человечей. В небе звезд, да головокружение. Тут тебе и боги, и медведицы. Смущено мое воображение. Почему не греют, если светятся? Хорошо мерцать, но греть прекрасно. Мне не надо высоты спасающей. Звездочка красива, но куда с ней? Стать бы солнцем греющим, сверкающим. Пой, вселенная, я воскресаю. Воскресаю, вселенная, пой. Хлеб от целой буханки кусаю. Запиваю в припадку водой. От друзей, от подруг и знакомых В углу шлесную на лыжах лечу. Только тут я действительно дома. Только тут я душой не молчу. Пень почтительно скинет по паху, Поприветствует молча со сна. Только тут без тревоги и страха Твоего начитаюсь письма. Любишь, любишь, В восторге беспечно. Как я счастье боюсь рассорить. Любишь, любишь, Надолго, навечно. Как назвать тебя? Чем отдарить? Четыре дня до сентября Мою тревогу понимая, Луна полнеба серебря Стоит печальная, немая. В леса, которых краше нет, В леса уснувшей невинно Роняет звёзды в тишине Небес другая половина. Ещё не пели петухи Ночные вестники рассвета. Спи, мой бесценный малахит, Резцом покуда не задеты. Мне снова дальние края, Свидание час, как он короток. Спи, чудо-родина моя, Открытый мною самородок. Северная двина В неизменной фуфайке Сосновых лесов Холодна, а порой диковато, Ты не рядишься в крылышки парусов, Лишь платы на тебе, как заплаты. И хотя день и ночь Сарафан голубой Катерами прилежно утюжишь, Всё равно не досуг Любоваться собой. Приближаются долгие стужи. А когда по ночам На твоих берегах Запоют о красавице Волге, Соберёшь ты и спрячешь Поспешно в рукав Частых звёзд голубые осколки. И раскинешь туман От взглядов таясь, Видно песни тебя Сколыхнули. И росою обильной Наплачешься в сласть За короткую ночку июля. А с рассветом Опять пароходом гудеть, Росы вспыхнут И высохнут вскоре. Только мелкая дрожь Пробежит по воде От истоков до белого моря. О разливах, О плёсах твоих золотых Мало песен поётся в народе. То ли люди не видят Такой красоты, То ли слов, чтобы спеть, Не находят. Дорогие друзья, Наша видеопрезентация Подошла к концу. Предлагаем вам список литературы Об Ольге Александровне Фокиной. Желаем вам всего доброго. До новых встреч.